Девушки отдыхают Передовое достижение науки, а форма Икар, была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Дорогой товарищ, газировки не желаете? С удовольствием. Опять Секухов деревьев дострял. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационная система роботов непрередно совершенствуется. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Чего они у тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третий вон особенно сбоит. Мне фасады красят к празднику, а не вон чье исполнение. Дай-ка, код управления. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так. Давай-ка. Построились. И ну, работать. Ох ты, получается. Спасибо большое. С праздником вас. Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживаете. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. С берегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой. Позже. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибить в лабораторию в воздушном. На порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно. Не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов. Хотя бы на этот раз. Иди в жопу за мной. Иди в жопу за мной. Иди в жопу за мной. Я equity ранила. Продолжение следует... 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 Дорогие товарищи, я пересечен и воэро, предприятие 826. Здорово, радует в будущее! Товарищи, проходите в полный суд, пожалуйста. Проходите в полный суд, пожалуйста. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, столь привычный нам с рождения. Откратно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранителей. Я-я, Натюрлиф. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить себя высокой науке. От лица предприятия 3826 Представляю вам устройство будущего. Нейронный коннектор мысль. Посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0. Ибо самая важная его часть – это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. И именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды. Изучать науки за феноменально короткое время. Иметь доступ ко всем знаниям человечества. И, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование, связи, магнитофоны, бумажные, электронные, записные книжки и прочее. Вот это размах. Наука – это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше. К звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П-3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Дмитрий Сергеевич. Пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизирования рабочей силой. Мы заготовили достаточное количество устройств, МСИ. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома, товарищ... Можно уже просто музыку? Другое дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Зеркут. Я вольманфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герштухаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и пархиндеев. Скажите, не сочтите за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу-колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих синей? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Миллионы, 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 миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто бы не был, кто бы не был, кто бы не был. И стекнет. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 1147. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахали. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомей». Личной разработки профессора Лебеденского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемая удаленным узлом нейросети «Коллектив 1.0». Снизу расположился научный центр Сечиным, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под солнцем, способными видать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк «Дружба народов», близлежащие поселения и железнодорожные нити «Маглев». Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизнув все предприятие 3826. Минуя величественную стеллу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, места сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серб страны» по эскизам скульпторов Мухина и Геббарникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего Советского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс ванилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штабном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок, желез! Ты что творишь? Валите нахер отсюда, придурки! Как невежливо с этой стороны! Работали, да? Вы восстановили? Да отъявись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штабном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого креда? Пиздец! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Чёрт, как же болит башка. Волшебник, я АП-3. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня всё совсем не так, как должно быть. И всё это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Блин, наш себе! Эй, перчатка, слушаю вас, майор. Что известно об объекте заданий? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0. Был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины. После чего был отправлен на принудительную работу в комплекс Вавилов в качестве запрещенного. Понятно. Разберёмся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ. Твою мать, отвали ты! Пошёл нахер, сука! А ну, ты стыня! Чё ты рот раздярил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты, будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать, помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А чё у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. Те, кто не успел скрыться, им... Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть чё-нибудь? У меня есть. Но я тебе свои не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдёшь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А... А он... Прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Ах, чтоб тебя! У нас 30 секунд! Двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Работает! Иди сюда, Громила! Иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Так, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блядь. Ты чё задумал? Так. Два дега мне пока не давали. Получите! Чтоб вас с собаки драли, а! Чёрт! Дышь! А это у тебя откуда? Ты молодец! Может, лучше я? Ключ держи! А я уж тут сама. Твою мать! Твою мать! Твою мать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, вляпался, блядь. Необходимо найти способ открыть бронедвер. Без тебя вижу. Не лезь в тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров возрастает Михаэлем Штокхаузеном и арестован бойцами отряда «Аргентум». А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс водилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главной инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Предназначены для жизни. Провергите веки! Дверь откроется! Это что еще за хрень? Мужик! Держи руку! Держись! Держись! Держи руку! Сохранение данных. И восстали машины из пек. Позвольте соблюдать. Так меня надолго не хватит. Первое железо чуть на тот свет не отправил. В уничтоженных роботах находится капсула с непрямым. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Майор, будет мне вешне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком ярого оболака для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Чудеса науки, фантастика, да и только. Продолжение следует... Продолжение следует... Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Продолжение следует... 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 Как советский ученый, я всегда считал себя ратевистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникулерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился. Ваня! Стоит у своего жалости. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятий 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем ШОК. Ударным, Эмми. Что-то не так. Твою мать! Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? Четыре. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Зажим. Зажим, зажим, зажим. Принеси там. Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее. Ну что копаешься? Нейрополимерная капсулла? Она не нужна. Как тебя зовут, Дон? Я Лариса. Много вопросов. Так, ладно. Держи тут все сама. Разберешься. Она бесполезна. Нет оборудования. Уже есть. Отлично. Хоть что-то вовремя. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Я не хочу убирать! Ставь! Охренеть! Надо избегать луча. Отбегалась железка долбанная. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Это что за монстр на двери? Замок. Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительными. Понятно. Ты как обычно бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Получилось. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Судя по голосу, Эльбом. Судя по голосу, Эльбом. Твою мать! Ты что еще за херен? Ах, какой мужчина. Обожаю мне души. Милый. Позволь, я тебя кровью. Дорогой. Не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я, да я бы таяц. Не видишь, тросы стальные? Отнесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее! Ах, как волнительно. Непокорные вас, мои мужчины. Меня заводят. Сейчас, сейчас. Я тебя заведу. Только мы добраться до тебя. Ах, какой стойный. Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас, стараюсь, стараюсь. Сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Скоро вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите Шок. Так уж и быть. Теперь дайте я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации. Горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый. Улучшить можно что угодно. Оружие это полезно. Но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность. Топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Угу. В восторге. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой настроим настоящую грязь. Ха-ха. С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разговориченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные в ОФА-6 меня слушаются и вежливые. А эти в черном, как баяль какие-то. Ходят где хотят. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильню. Еще бы понять, где тут электросчетовая. Ее по проводке искать надо. Но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь, как сможешь. А то я нервничаю. А то я нервничаю. Осторожно! Впереди камера в виде наблюдения Ромашка. Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Йоу. Так только охотничать. Тоб anfsetं Kauf. Ключ-ключ-кiente. Без паники. Йоу. На ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камерой. Я думал, что настоящий пронизернов действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать подолже. Со мной не такой был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть горстка предателей смогла взломать коллективы, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм защиты, созданный в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не пассиву никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петро? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Товарищи... Как говорится, понедельник начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные специально взять отгул. Как вы знаете, 13-го числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11-го и 12-го, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных! Удачных вам Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Раз. Это ведь был Бурав. Горнопроходческий робот. Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает у него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. КОНЕЦ Возлагают у него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. КОНЕЦ 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 Сука. Как же я люблю полазить по всяким долбаным закоулкам. Охренеть, блять. На фуникулёре прокониться. В нормальной обстановке сеть фуникулеров связывают между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз. Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. Моя остановка. Комфортная была моя. КОНЕЦ 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 Из тебя. Ага, давно не видел, Небалин. Мне надо... Просто дай мне защиту от лаза. Ах, какой крутах. Я вся дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяй тебе и своевольничать. У нас мало времени. Не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, и мы сможем навсегда быть вместе. Так, тебе вдарить, что ли? Или на куски разобрать? Милый, ты убьешь меня из-за какой-то дурацкой перчатки? Как же ты будешь жить без меня в этом мире, полном жестокости и насилия? Блестяще. Толку от тебя все равно никакой. Милый, но я не могу производить вещи из ничего. Для работы мне необходим полимер и другие компоненты. Помести в меня свой полимер, и я сделаю тебе много приятностей. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентом. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, милый. Приступаю к модернизации. Расслабься и включай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня ее. Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убил он, это лучше, чем убило полностью. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Аберация была безболезненной. Хорошо, тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченов. Лариса, ты разговаривала с ним? К нему опросился Буран. Мы принесли его в менток, а потом... Я не знала, я не могу этого оставить и стекать кровь. А стоило бы, это избавило бы нас от возможных проблем. Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе, я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Митрук, руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя счет со слухом плохо, я сказал руки за голову. Виктор? А кто вы такой? Виктор! Отвечер по особому поручению майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Вчеломей. Виктор, спасайся! Вчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Что? Нападение! А ну, стоять! Нарушение резины. Высывается терапевтик на подъем. Ловко он командует роботами. Прямо как своими собственными. И двери за собой как-то закрыли. Ребят, им Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы ищу другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Продолжение следует... Продолжение следует... Раз! Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди залу? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Продолжение следует... То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, нет, нет. Вы мои слова не искажаете, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев или Монин? Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным, а не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит! Мы об этом уже в сотый раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана! Мы закончили! Так, мне что, ее всегда в руки держать? Свеча — это сложное, нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Взрыв, что ли? Взрыв, что ли? С ней ничего не 멤�ъем. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмеряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала пупу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Судя по всему, вальгой цехе случилась разгерметизация производственных емкостей. И произошла усечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. Меня часто спрашивают... Меня часто спрашивают... Почему я не умею... Почему я не умею? Почему я не умею? Я учусь... Я учусь... Я учусь... Но это... Какой счет? Кто запил уже? Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки? Так вас, раз так. Пойду искать колбы. Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эллистический алгоритм, основанный на принципах квантовой некуммутативной математики. Крас? Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивая, это не машина времени из области фантастики. Это именно стабильный математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимера. Круто. Я вчера случайно заглянула в архив. Там все такое автоматическое. Скоро нам совсем не нужно будет работать. Мы будем просто сидеть и слушать музыку. Вот, послушай. Машины такого не оценят. Отключил нас под номерами 704-957-А, 907-44-ГА и 075-300-ГА. Перед вами немориальный объект Луна. Символ советской лунной программы, явившейся первой крупной победой в СССР на бесконечном пути осванения космоса. Советские космические аварии, созданные на предприятии 38-20-6, успешно достигли пяти наиболее важных стучек. Так, что это у нас? Замызывал точек на поверхности лунного шахта. Там, где через несколько лет взметнутся ввысь первые луны. Одна есть. Советские луноходы взяли образцы грунта и успешно доставили их на Землю. Вскоре после этого аналогичные пробы дяты на Россию. Программа подготовки к освоению ближайших планет Солнечной системы. И напоследок немного обладают. Было запаянили пять разных капсул. Их было решено сохранить для потомков... О нет, опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ладно. Ради хорошего оружия я способен потерпеть. Вот она. Милый, наконец-то. Я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, да. Ругай меня. Я была плохой девочкой и подвесила еще одну похотливую слезненькую. Чего? Ты опять кого-то убила? Лучше тваря. Милый, ты так долго в меня не входил. Мне стало очень одиноко. Я должна... Скажи, милый. Мне понравилось. Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моя сила, милый. А ты постарайся. Поняла? Повторяю. Если вы получили направление на... Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не вступать в контакт. Благодаря, категорически запрещается вступать в какой-либо контакт с роботизированным персоналом. Продолжение следует... 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 Перед нами Петров... Продолжение следует... 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 Я часто спрашиваю, зачем я, где я беру. Я спрашиваю, что 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 я беру. Я спрашиваю. Я спрашиваю, что я беру. Я спрашиваю. Я спрашиваю. Я спрашиваю. Я спрашиваю. Я спрашиваю.